Всем привет! Вы на канале Ирина Ф. И в этом видео пустые баночки бытовой химии за ноябрь. Давайте начнем с кондиционеров для белья. И хочу сказать, что кондиционеры я стала покупать не так давно, только когда появилась у меня стиральная машина с сушкой. Ранее, если я покупала кондиционер для белья, сколько его не заливай, все равно мягкость это белью особую какую-то не придавала. Но сейчас, когда есть возможность выставить программу с сушкой, да, на такой программе кондиционер играет какую-то роль, действительно придает дополнительную мягкость, остается какой-то приятный аромат на вещах. Ну, в общем-то, у меня кондиционеры вот только с сушкой работают. Не знаю, как у вас, напишите. Ленор, скандинавская весна, суперконцентрат, очень приятный аромат, неплохой кондиционер. Единственный минус, у меня двухлитровая бутылка, было неудобно держать ее в руках, у меня не такая большая рука, да, мне было не очень удобно обхватывать эту бутылку. Хорошо бы, если бы производитель какую-то выемку хотя бы посередине сделал. Несколько раз даже бутылка из рук выскальзывала, поэтому у меня еще немного этого суперконцентрата осталось. Я просто перелила в более удобную емкость. Синерджетик, кондиционер, миндальное молочко. Заявлен как гипоаллергенный, подходит для детского белья. Действительно, очень приятный миндальный аромат придавал белью, ну, повторюсь, когда я ставила, в том числе и на сушку, дополнительную мягкость. В целом, также осталось им довольна. Для стирки я использовала вот такой гель Clean Home, гель универсальный, приобретала, по-моему, в магазине Magnet Cosmetic. Здесь литр, цена была, по-моему, я покупала по акции, была цена бюджетная, подходит для любого типа тканей. Действительно, неплохо отстирывает. Конечно, если были какие-то значительные загрязнения, пятна, надо было воспользоваться обязательно или усилителем стирки, или пятновыводителем. Но слабо и средне загрязненные вещи отстирывал очень даже неплохо. Поэтому, если увижу по привлекательной цене, я повторю. Средство для чистки ванны. Средство вот такое, корейского производителя. Я покупала по акции в подружке. Цену, вы видите, до скидок стоило рублей 250-300. Ну, вот 100 рублей, наверное, эта бутылочка 500 мл стоит, но не больше. Вообще, производитель нам пишет, что это средство чистящее для ванны от плесени, но в том числе должно убирать и другие самые стойкие загрязнения, даже ржавчину. Также обладает антибактериальным эффектом и так далее, и так далее. Вы знаете, плесени, к счастью, у меня нет, поэтому я не смогла протестировать именно в отношении плесени. По всем остальным параметрам совершенно обычный чистящий спрей. Со средней, я бы сказала, чистящей способностью за 100 рублей, в принципе, такой, знаете, проходной вариант. Но дороже покупать бы не стала и вам бы не советовала. То, что люблю, покупаю постоянно, ну, часто, по крайней мере, это бреф для очистки унитаза. Удобный носик, прекрасное средство. Кстати, не содержит хлор. Я скажу сейчас, что здесь в качестве чистящего вещества. Здесь у нас муравьиная кислота и разные павы, да, то есть хлора нет. Нет, несмотря на отсутствие хлора, прекрасно очищает. Лимон и лайм, ну, довольно приятный, конечно, химозный аромат. В общем-то, никаких претензий к брефу у меня нет. Одни положительные эмоции. Хоумстар из магазина FixPrice. Вообще-то, это гель для очистки труб. Но в этом месяце использовала в другом качестве. У меня закончился бреф, я не успела еще купить новую бутылочку. И использовала именно для очистки унитаза. Причем средство, кстати, достаточно жидкое. Я залила под ободок, потом забыла благополучно минут на 40. И когда пришла, в общем-то, продолжить уборку, почистить унитаз, увидела, что он просто, знаете, уже блестит и сияет. В общем-то, для унитаза оказалось просто прекрасное средство. Убирает известковый налет, какие-то, ну, ржавчину не знаю, но известковый налет средство очистила на 100%. В общем, очень-очень осталась довольной. Кстати, сейчас прикупила такое же средство Хоумстар и буду использовать в основном для унитаза. Настолько мне понравилось. Антинаки от Фрау Шмидт. Самая лучшая антинакипь. Пыталась покупать какие-то другие варианты. Чистила чайник лимонной кислотой. Вы знаете, все-таки на 100% очищают только вот эти таблетки для чайников и кофеварок. В упаковке идут две штуки. Одну можно, например, для чайника, другую для кофеварки использовать. У меня очень жесткая в моем районе вода. Накипь образуется быстро. Раз в две недели это как минимум надо чистить чайник от накипи. Но вот эта упаковочка мне в этом помогает. Уходит у меня одна упаковка в месяц вот таких меламиновых губок из магазина Фикс Прайс. Одной губки мне хватает примерно на две недели. Показываю во всех своих пустых банках. Вот кто еще не покупал или не видел эти губки. Производитель нам описывает, что можно чистить, убирать, как использовать. Обязательно перед использованием губку смочить водой и слегка отжать. То есть она работает только во влажном состоянии. Очищает действительно, ну, не знаю, 100% загрязнений. Все, что я пыталась оттереть этой губкой, все пятна, все загрязнения очень быстро уходили. В общем-то, отличные губки. И последнее, что вам покажу. Вот такие салфетки, влажные салфетки для обуви с белой подошвой. Мастер Блеск приобретала по достаточно бюджетной цене в Магнит Косметик. Я использовала не только для обуви с белой подошвой, а вообще для белой обуви. У меня есть вот такие белые кроссовки, да, как на картинке, другая белая обувь. И вот осенью, перед тем, как уже легкую обувь убрать, я этими салфетками прекрасно светлую белую обувь почистила. Салфетки убрали все загрязнения. Обувь, ну, я не могу сказать, что сияет, но выглядит очень-очень чистой. Все какие-то малейшие пятнышки ушли. В общем, действительно, для белой обуви салфетки отлично подошли. Все. Это все пустые баночки за ноябрь. Интересно будет почитать ваши комментарии. Желаю вам удачи, самой-самой легкой уборки. Всем пока!